25-летняя жительница поселка Калашникова подозревается в убийстве своей двухмесячной дочери. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело. Изначально при выезде следственной оперативной группы на место происшествия по факту поступления сообщения о смерти двухмесячного младенца не был установлен криминальный характер смерти. А 25-летняя мать ребенка наличие небольших гематом на теле малыша поясняло их случайным характером. Однако оперативно проведенным в тот же день судебно-медицинским исследованием трупа малолетней девочки было установлено наличие тяжких телесных повреждений, повлекших ее смерть. После чего незамедлительно следователем Калининского межрайонного следственного отдела СКР по Тверской области в отношении женщины возбуждено уголовное дело по факту убийства малолетнего и последнее задержано. В ходе допроса в качестве подозреваемой под тяжестью улик мать погибшего ребенка призналась в том, что ночью раздраженная непрекращающимся плачем дочери умышленно била ее головой об кровать и рукой по спине. Установлено, что задержанная является матерью-одиночкой. О беременности с ее слов узнала на позднем сроке. Ребенок не был желанным. В отношении подозреваемой назначена амбулаторная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. В ближайшее время следователям будет вынесено ходатайство об избрании в отношении женщины меры пресечения. В ходе предварительного расследования следователям Следственного комитета действием бездействия должностных лиц, органов и учреждений системы профилактики по исполнению своих обязанностей будет дана юридическая оценка. В патрульную службу обратились жители улицы Прошино, что в районе Соминки. Люди бьют тревогу. К жилым домам подступает озеро Нечистот. Началось это в декабре месяце. Мы стали замечать, что снег начал подтаивать и появилась вода какая-то, да, и запах начал появляться. Но самое основное это уже больше где-то в феврале-март, особенно когда потепление пришло, начало таяние. Жители округи, а здесь в основном частные дома, стали писать письма. Обращались во многие инстанции. Уверяли, происходит что-то неладное. Мы обращались в администрацию, в инстанции расписали, на что получили ответ, что это талые воды. Ну вот уже прошло два месяца с этого момента, как мы обращались, да, к талой воды как не уходили, не уходили. И с каждым разом все больше и больше становится покрытие водой. С приходом весны открывать окна в домах стало невозможно. Запах нечистот сразу проникает в жилища. Людям и без специальных экспертиз ясно. Их окружили канализационные стоки. Трубопровод канализационный, из которого прямо видно, что идут, когда сброс включается, с юности, прям вода выходит наружу. Там видно это все прямо вот. Сейчас уже просто не подойти к ним, потому что все затоплено водой. Фактически все заполнено нечистотами. Все заполнено нечистотами, да, поле это. И чем это грозит, уже тут, я думаю, все прекрасно понимают. А понимают вот что. Все это канализационное сокровище стекает в ручей Соменко. Из него в Тверцу. А дальше красавица Волга. Мы из-за чего и начинаем брить тревогу, потому что это экологическая катастрофа. Сейчас, когда потеплеет, что здесь будет разводиться, чем это будет окунуться и закончиться, все прекрасно понимаем. Вокруг почти 300 жилых домов. По нечистым лужам бегают дети. Жители округи даже рады холодному маю. С приходом летнего тепла дышать будет нечем. Обращались в администрацию. Они отписали, что Твероводоканал должен в каком-то порядке устранить это, провести какой-то тендер и когда-то устранить. Просто когда-то это... Ну, никто не понимает, во-первых, когда это и чем это окунется, когда они к тому моменту пока найдут кто-то, кто это будет устранять. Я думаю, тут уже будут последствия такие, что это будет уже, скажем так, федеральная катастрофа экологическая. Мы надеемся, что правоохранительные органы обратят внимание на ситуацию в этом районе и источник нечистот будет перекрыт. Продолжение следует...